случайно увидел ваш канал это было наверное не 10 назад посмотрел все подписались я тоже да рэпер блогер у меня тоже каналы и увидев вас но как учит людей как разговаривает через людей через видео через интернет в интернете же не все плохое и понял что та проблема которая у меня перед вашей проблема это вообще не проблема да и как бы а какую вам не проблему видеть ну это может быть для вас не проблема потому что я понимаю когда бог в человеке у него нет никаких проблем даже если он будет там парализован или еще что такое я имею в виду физические проблемы они духовные духовно вы у вас уровень а вот физически я не знаю у меня немного другое отношение к жизни я вижу сейчас проблему если так можно назвать у людей которые физически здоровы потому что страдающие плоти перестают грешить то есть человек я вот сегодня только разговаривал с одним человеком ему уже больше семидесяти лет вот я с ним уже много об этом обсуждал эту тему но только сейчас это понял когда заболел раком он начал вспоминать вот те слова которым о которых мы с ним раньше говорили что да он он не мог угомониться до тех пор вот он искал в этой жизни каких-то достижений благ а вот сейчас он только понял что это все было ничто вот сейчас об этой болезни он только может полноценно а дум подумать и осознать свою жизнь а человек который теле здоровому не ему некогда просто думать об этом это все зависит как говорится от человека есть я видел людей которые как бы в немощи своей не приходили к богу а я видел людей которые им когда плохо было когда у них были какие-то проблемы там или ломалась на рога или рука или какая-то болезнь их постигала они приходили и прибегали к богу у кого как ну всякое бывает я просто со своей точки зрения рассуждаю я почему это говорю допустим если вы мне сейчас предложили здоровье или болезнь я то есть предложили вот сейчас выходе из этой болезни да я отказался потому что я до 30 лет жил той жизнью здоровой я вспоминаю свои грехи той жизни вот я не хочу даже прикасаться к ним не хочу даже участвовать вот находиться в обществе которым происходит подобные вещи вот один такой вопрос да вот вам такие вот я вижу как брата звали я только что его трансляцию смотрел а христианин александр он тоже да видно такой человек прям бог в нем живет к вам и священники приходят нету вот чудотворцев нету помолиться чтобы вы встали на ноги зачем я только что об этом говорил что я не хочу вставать мы вспомним деяние христа деяния апостолов да они предлагали людям христос прежде чем исцелять человека он предлагал ему хочешь ли быть здоровым или веруешь да я не хочу быть здоровым я прямую заявляю я перед господом это говорю но я говорю господи если будет тебе угодно чтобы я стал здоровым я готов если ты меня пошлешь на какие-то более угодные тебе господу дела потому что и в своем состоянии почти 15 лет лежу да и в своем состоянии я вижу как а через меня господь к себе приводит людей то есть глядя на мое состояние люди укрепляются в вере тем самым я служу ему вот и других путей не ищу я вижу что этот путь его угоден господу а ради путей господних я готов страдать ну велика твоя награда на небеса брат ты этим значит великую награду ну ради ради награды что ж тут стесняться мы все ну как говорится стремимся к жизни вечной вечным радостям да блаженством вот это скрывать нельзя нам и сам господь предлагает настижать царствие свое царствие небесное но мы знаем что ничто не чистое не войдет в царствие небесное да поэтому и надо в этой жизни стараться как можно меньше соприкасаться вот с миром то есть как господь сказал дружба с миром война с богом вражда с богом кто любит мир в том нет любви очень то есть нам нужно максимально сокращать любовь к этому миру в себе потому что большая опасность претеститься этим миром вот вспомним даже трехлетний ты с половиной года Христос ходил на земле да и он показывал своим опытом показывал людям как нужно жить как существовать то есть человек по себе он не имел где ему головы преклонить он не знал что будет есть сегодня или завтра да он был постоянно гоним постоянно ущемлен чем-то не казнен был самой позорной смерти он был презренным вообще в мире вот то есть он не стремился к земному совершенству совершенно никак то есть он презрел вообще на земные какие-то хотя хотя я не опровергал потому что как апостол Павел писал что я могу жить как в богатстве так и в нищете вот то есть он бога находил как богатым так и нищим ну не изменялся духовно но мы все не настолько все совершенны как апостолы да мы склонны к греху поэтому я не уверен в себе что я не соглашусь страх божий начало мудрости страх господин вот бог и вселил в тебе страх господин есть страх господин не позволяет человеку грешить и остерегает греха страх господин конечно в первую очередь вот раньше во все времена ну по крайней мере еще лет пятьдесят семьдесят назад в детях родители в первую очередь воспитывали страх божий они вот постоянно как остерегали ребенка смотри не делай этого бог накажет но это как правило и во всех религиях было всегда ну под страхом божьим ходили дети то есть они боялись какого-то наказания неведомого а сейчас этого нету конечно поэтому сейчас и для человека вообще по сути смешалось понимание греха и праведности то есть что опять же говорит евангелие что что нас искушает похоть плоти похоть очей и гордость житейская вот а мы сегодня просто потеряли границы между вот этой похотью сегодня мы уже как бы смешавшись с миром с этим да мы уже то что раньше еще 20 лет назад было неприличным человек уже сегодня считает приличным потерялись рамки понятия греха то есть настолько размыт вот мода женская допустим сегодня женщина одевает юбку там ну чуть прикрывая задницу свою да и она считает это нормальным вот а а господь как в посланиях апостолу павел как пишет всякая женщина с непокрытой головой пострижает свою голову то есть женщина должна находиться постоянно в образе целомудрия сохранять свое целомудрие особенно в обществе а эти рамки сегодня они настолько размыты грех потерян мы не ощущаем ну мы не ощущаем сегодня греха потому что склонны вот вот к тому самому о чем и говорит апостолу павел что уже не понимаем что такое аскетический образ жизни то есть мы всю жизнь свою в мире в мире в мире от мира уже не можем оторваться минуту сегодня нас лишил от интернета в тишину куда-то посадить человек вот посиди да один день в тишине и подобный человек уже не может в тишине находиться а что такое тишина это разговор с богом а мы не можем уже в тишине нам нужно посмотреть какая-то музыка суета какая-то общение там люди все а все это уводит от бога а это вот ты лично Христа видел да? нет я не видел Христа в видениях или как-то ну нет а зачем я в душе свое и общение у меня постоянно да? как видите господь он бог есть дух и как его увидеть может? нет ну хочу сказать вот бывает да? ангелы являются Христос является человеком ну я вообще боюсь этого ну из преданий допустим православной церкви вообще святые как говорят что надо убегать даже желание такого потому что сам сатана он может предстать в виде ангела света сатана может в образе и Христа явиться и можно поверить и тем самым соблазниться и опять же паспир какой-то грех об этом я даже не думаю не то что думать а и мечтать не хочу об этом а зачем у нас у меня допустим с Господом общение с Ним духовное я каждую минуту с Ним каждую минуту в молитве я общаюсь я каждую свою мысль сопоставляю с Богом то есть я с Ним советуюсь постоянно ну как люди слепые допустим живут человек родился слепым он же не имеет никаких образов он нормально живет и в своей душе выстраивает образы а ты голос его слышишь или как зачем ну разговор духовный ну как допустим общаются люди вот они расстаются надолго друг друга долго не видят они в сердце своем общаются друг с другом вот он как бы слышат друг друга ну духовное общение оно это это нечто другое в этом мире в мире нет таких пониманий даже это я же говорю это можно достичь только в тишине вдали от мира от шума гирского да нет просто вот я это сказал ты Христа видел может быть сатана может прийти это в ангеле света но смотря что скажет если скажет тебе кинься с моста понятно что это дьявол а если скажет например скоро ты встанешь на ноги и будешь исцелен это уже другое дело ну какой критерий да слово это измерить это отличные правила не принимай и не отвергай я не буду не да говорить не нет вот один раз сатана явился это ну ангель света этот человек поверил что Христос общался разговаривал туда-сюда а потом он так говорит ты хочешь пойти ко мне в царство небесное ну да хочу ну значит ты должен принять смерть иди бросив с монаста и он сказал во имя Иисуса Христа приказываю тебе дьявол выйди вон и этот белый свет превратился в какое-то животное и убежало Дух Божий сегодня мало на кого не сходит как раньше было сегодня я же говорю люди поглощены миром поэтому Дух Божий он просто не может находиться там где запах нехороший запах а как говорится наши грехи они воняют все какой бы он не был грех он имеет запах неприятный вот и Дух Божий он не может находиться вот в этой атмосфере вот в этом души сколько лет уже так 15 15 лет а у тебя семья да дети есть да у меня дочь двое внуков уже есть двое внуков дочь а дочь у тебя ну за тобой кто ухаживает мама папа родители живы здоровы мама ухаживает за мной да дочь отдельно живет у нее семья отдельно а ты иконы пишешь компьютерной программой да на компьютерах да я уже сейчас я уже год на целом не пишу иконы а до этого как писал там в интернете есть у меня ролики на ютюбе там я посмотрел пару видео как ты человеку подарил икону он пошел в церковь это посмотрел потом как у тебя это все произошло я кстати вот смотри что ты сделал я поставил твой канал и еще мой канал который называется приколы от Макса ну и юмор там и все такое ну чтобы люди которые заходили и слушали мои песни я твой поставил наверх парализован во имя Христа я понял благодарю да нет проблем слава богу а тебя как зовут меня зовут Аркадий а Макс белый Макс это мой псевдоним а что он что он значит белый Макс почему белый белый цвет он говорит о чистоте говорит о чистоте а Макс ну ну я так себе придумал ну как бы максимальная скорость да то есть я люблю скорость быстро чтоб все было как бы так да у меня есть один духовный клип я тоже человек верующий уже 20 лет и больше и я сделал духовную песню с клипом встреча со Христом дворец вселенной природа создана тобой все что мы видим сделано твоей рукой земля и небо солнце звезды и луна животный мир горы леса и моря по образу твоему ты создал человека в твоих руках начало и конец света истинных христиан ждет большая награда у тебя находятся ключи от рая и ада твой сын взошел на крест пролита кровь бесценная чтобы каждый верующий в Христа имел жизнь вечную новый завет учит как правильно жить как приблизиться к Богу и не грешить библия книга книг святое слово священное писание в нем вся духовная основа весь смысл жизни и мудрость в тебе навсегда господь моя грозная крепость от врага ты со мной всегда меня не тронет сатана твой верный ангел с неба будет охранять меня я верю только в тебя и больше ни в кого не верю ты начало и конец ты альфа и омега ты со мной всегда меня ведет твоя рука твоя святая десница сохранит меня от зла скоро ты придешь народы преклонят колени и всем твоим святым ты откроешь царство двери ты со мной всегда меня не тронет сатана твой верный ангел с неба будет охранять меня я верю только в тебя и больше ни в кого не верю ты начало и конец ты альфа и омега ты со мной всегда меня ведет твоя рука твоя святая десница сохранит меня от зла скоро ты придешь народы преклонят колени и всем твоим святым ты откроешь царство двери ты неплохо мне понравилось а где это Армения 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 этот клип песню с клипом все вместе все прошло шесть лет ты в конце увидел как я встречаюсь с Христом ну актер конечно хороший мне понравился я думаю благословенный госпиталь господь любит такие прославления я писал эту песню в месяц две и четыре строчки грехи были не мог дописать ну потом когда Карелса опять писал потом голову держал чтобы гримера не это делать потом начали съемки при съемках камера аппарат который снимал там зарядка садилась но с божьей помощью заканчивали съемку дня потом все отключалось потом искали актера Христа никак не могли найти я помолился Бог послал самого хорошего гримера который загримировал пьяницу и вышел вот такой Христос а девочки дочка нет это крестного отца сестры дочь одна дьявола это жена бывшая почему бывшая ну я развел развелись мы а почему ну пилила сверлила потом убежала Господь нам не разрешает разводиться кроме греха блудодеяния если она не соблудила то нельзя но она от меня я пришел домой она убежала она поехала лечиться и не вернулась назад вот я я то есть она сама ушла она сама ушла да у нас был спор да я на нее рук поднимал но все равно нельзя да нельзя в конце украла мой айпад и убежала ну я не знаю Аркадийдец она не верующая да она нет но я ее вел с собой на молитвы я ей говорил о слове Божьем проповедовал ну как говорится не все в жизни получается хорошо но как говорится в Библии да избавит тебя Господь от жены сварливой ну так ну просто видишь как у нас мы и живем в новых временах да раньше наши деды прадеды они не жили так они во-первых женщине учить не позволяют ну женщины сейчас другие да они показывают себя умнее мужчинам вот а это категорически пресекало пресекалось раньше всегда вот поэтому они такие своевольные стали конечно сейчас тяжело с женщинами но опять же если это произошло не по греху блудодеяния кого-то из супругов то мы не имеем права перед Господом что Господь созидал то а человек не разрушает видишь как ну это лишнее как говорится лишний груз в нашей жизни просто не на мне груз лежит или на ней я же не груз а на тебе груз какой ты должен все равно как-то примириться постараться с ней ну у меня три раза так было с кем примириться она не идет да не ну знаете так три раза я разведем три раза то есть с ней с ней же три раза не в общем итоге а с ней два раза там что-то чего-то она убегала потом я звонил опять приезжала как бы детский садик да какое-то недоразумение убегает прибегает вот так да играется ей что-то не понравилось она убежала помирились прибежала а она армян да а почему же она так в Армении хуже чем в России почему же тоже плохо да ну она все менее плохо в Армении хуже чем в России просто в России открыто а в Армении то же самое но закрыто там открытое дерьмо здесь закрытое дерьмо то же самое формы разные открытости и закрытости понимаешь да ну где да конечно где да ну как говорится надо надеяться на Господа знаешь вот вот почему ты видишь задаешь вопросы об исцелении я не хочу вот в эту беду вашу вы там проблемам своих погрязли вот в этих женах детях это все я не хочу туда понимаешь понятно понятно я тебя понимаю вот этот клип который мы снимали значит я клип снял а там же идет затмение а потом кадры Христа правильно один оператор смотрит вот ты столько убегаешь от дьявола а концовка какая а в конце сделаешь что ты встречаешься с Христом я опять 40 дней держал бороду чтобы мы сделали эту съемку этот клип был по Божьему благословению там ангела Бог послал место где я мог ночью остаться чтобы ночью там развели костер потом я ночью остался в деревне опять поехали на это кладбище чтобы я около этого костра как будто проснулся там же костер же должен это ну потухнуть и свет произойти правильно в общем все по Божьему благословению и так получилось сколько слава Богу нам видят что сейчас в мире стоит такая обстановка нам надо как можно больше проповеди устраивать в любом ее проявлении надо сейчас во-первых молодежь которая уже идет и не в том русле да вот ее надо как-то обращать и самим каяться нам сейчас главное до мировой этой войны не допустить ну не то что не допустить она будет в любом случае но хотя бы оттянуть ее максимально да поэтому проповедь сейчас на первом месте покаяния призывать людей к покаянию да людей надо призывать к покаянию молиться за народы да молиться в первую очередь конечно каждый день поминать надо не просто народы а и как апостол Павел говорит молитесь за царей и начальствующих надо молиться за президентов за управленцев городских всевозможных за них тоже надо молиться ну я думаю я думаю что вот эти цари эту жестокость бог почему им допустил если они не будут такими твердыми жестокими будут такими спокойными прощительными они не смогут руководить страну враги нападут вот например царь давид царь всегда должен быть он справедливым должен быть и честным в первую очередь а то что если кто-то нападает он конечно должен быть воинственным в то же время но главное справедливым а царь дается по народу своему какой народ такой царь откуда же он найдется и возьмется честный царь если народ развращенный вообще сам еще написано начальники это тот должен быть дерзким он должен быть жестким народ же стадо баранов надо руководить этим народом чтобы народ не был стадом баранов а надо его верующими сделать в первую очередь а наша политика не направлена каналы все забиты погонью всякой мы сейчас ролик выпустили я сделал новый о неоязычестве вот этом да у вас и в Армении и в Абхазии там сейчас все неоидычество это процветает в магазине водка это забита табаком если ты благочестивый правитель почему ты не уберешь в первую очередь вот это все аборты в стране это в первую очередь в России в Абхазии в стране за счет государства, за счет казны, а в казну платят проценты от заработных плат людей. То есть сами люди тогда становятся участниками этих самых убийств детей. Ну проклято, вся страна проклята, конечно, как на эту страну война. Война обязательно придет. Россия всегда наказывалась мусульманскими странами. Вот, то есть она будет наказана сейчас страной, которая не убивает детей. Вот мусульмане, они не делают, они рожают детей, они не делают абортов. Мусульмане, которые не приняли Христа, они в ад попадут? Как, опять же, видишь, понятие ада. Для нас, что такое ад? Надо еще разобраться, что такое ад. Вот ад уже, как Христос, помнишь, говорил, царствие небесное внутри вас есть. Когда его спросили, что такое царствие небесное, да. А он говорит, что внутри нас состояние, состояние вне Христа, это уже ад. Понимаешь, вот, допустим... Я говорю про духовный ад, где вечные муки и страдания. А как, я тебе о том и говорю, если вот сегодня человек, вот, мусульманин, да, он враждебно настроен, он сегодня, там, убивать ему, резать надо, вот, за Аллака, да. Я не про этих мусульман, я про праведных мусульман, которые против войны, которые соблюдают Коран для, говорят, любви. Коран же тоже, там, говорят, любви, бред. Правильно, а это праведных, опять же, сегодня война-то идет от неправедных мусульман. То есть весь мировой конфликт этот сейчас разгорается. Это война не мировая, это война религии. Господь наказывает, я же говорю, людей грешит. Ну вот, казалось бы, возьмем этих воинственных мусульман сейчас, да. Они, если по-человечески рассмотрите, они делают доброе дело, да. Но они радуются, да что? Чтобы женщины одевались благочестиво, чтобы рожали, воспитывали детей, чтобы они слушались мужей своих. Казалось бы, это благочестивое дело, ведь, правильно? Да. Вот. Поэтому вот так вот будет, он, весь этот мир европейский, будет оказываться мусульманами вот этими воинственными. Что там говорить о Европе, возьми. Европа вообще полностью развратилась. Они не то, что аборты, они вообще перестали рожать уже детей. Ну, хорошо. Ну, а эти мусульмане, которые Коран и все такое благочестивое, они куда идут? Ну, как мы об этом можем говорить? Если по Писанию, то, ну, как, от убога мест много всяких. Есть, как в Писании написано, что даже язычники спасутся, которые не знали Христа. Понимаешь, есть мусульмане, которые о Христе ничего не знают совершенно. Конечно, на них и суд другой будет. Вот, они будут судиться по их совести. Да, вот, вот это я хотел от тебя слышать. Я хотел, ты как ответишь? Есть люди, которые всю жизнь не знали Христа. Бог их будет судить по делам ихним. Сколько он дел добра. Как он любил ближнего своего. Сколько дел грязных дел. Все поставят на весы. Конечно. Божья милость, она велика. Есть человек, призывал имя дьявола, и явился Иисус Христос. Помиловал его, простил. Но он был колдуном, который хотел прийти к Богу. Пришел к Богу, а его духовные братья, ну, грубо говоря, послали. И он пошел призывать дьявола, чтобы на них порчу, наготовить всякое колдастое, чтобы они умерли. И в это время явился Христос. Павел Беловов мне рассказывал про свою жизнь. Он был колдуном. Он такие порчины возил, люди умирали. Он был колдуном высокого ранга. Ну и он покаялся им. Покаялся. Бог всех прощает, кто покарается и придет к нему. Призывающий его имя не отвергает никогда. Он покаялся. Бог явился ему. Я в интернете даже это, покаяние колдуна висит. Это американский колдун. А, я видел этот ролик, да. Сатанист был. Сатанист. Он сатанист, да. Ярый. Да. Это редкость большая, чтобы колдуны его так каялись. Вот колдун, если человек, если выпадает в лапы сатаны, то оттуда уже не вырваться. Колдовство – самый страшный грех. Колдовство – это смертный грех. В колдовстве сегодня весь мир опутан просто. Человек не понимает, он кажется ему безобидным. Всякие приметы, там, знаешь, вот эти всякие там, ну как у нас заведено, там, подковки на счастье, всякие, знаешь, фэн-шу и вот эти все дела. Человек кажется, что это ад и ерунда какая. А по сути-то это дела-то колдовские, это договор с дьяволом. Я всегда, когда вижу где-то подкову, я говорю, снимите. Да нет, она приносит счастье, деньги, я говорю, эту подкову надо себе на ногу набить и пахать, как лошадь. Вот тогда деньги придут. А ты повесил ее, блин, у себя на доме. И один человек 35 лет не может жениться. Я ему говорю, сними подкову. Снял подкову весной, женился. А в магазине у него была, это вот, глазки такие есть. Я говорю, выкини. Да, мне тоже говорили. Я говорю, выкини, сегодня с тобой произойдет чудо. Он взял, выкинул. 15 тысяч рублей долг. Ну, это армянские 15 тысяч, где-то 30 до года вернули. Вернули долг. Я говорю, что есть у тебя еще дома такие? Да, говорит, подкова. Я говорю, сними, женишься. Это в мире, кроме Христа, человека не можешь ничего заботить больше. А ведь все наши мысли должны быть направлены только ко Христу. Все остальное нас уводит от Бога. А если мы не становимся, уходим с пути его, мы обязательно попадаем на путь Антихриста, на путь Сатаны. В жизни две дороги есть. Путь к Богу и путь к дьяволу. Путь в ад и путь в рай. А все эти состояния, они в нашем сердце. Постоянно, каждую минуту, сверяй свое сердце. В каком ты духе находишься? В духе добра или в духе дла? Все настолько просто. Да. Все просто, но как бы и не просто. А потому что по гордости. Потому что мы очень гордые. И мы не можем прощения попросить вовремя у кого-то, да? А гордость это один из смертных грехов человечества? Нет? Ну, знаешь, это в принципе католическая направленность разделять на грехи, на смертные. По сути грехи являются все смертными. А перед Господом, как Господь сказал, ничто нечистое не войдет в Царствие Божие, да? А что значит нечистое? Любой, даже самый малый грех перед Богом, он расценивается как смертный. Ну, потому что грех, он есть грех. Ну, вот смотри, какая разница, там, извините, я вот такой, просто параллель проведу между, вот, большая куча дерьма или маленькая куча дерьма. А просто большая куча воняет больше, да, а малая меньше. И человек, проходя мимо этого дерьма, конечно, ему противно будет, да? Вот это так, что вонит больше. Ну, а какая разница будет одна. Просто где-то больше, а где-то меньше. Я бы все равно, вот смотри, убийство же, нельзя же сравнить, например, с воровством. Или есть вообще грехи, грех, который не обращается? Это хуламус Святого Духа, самоубийство. Самый страшный грех, о котором, вот, действительно, который можно привести в разряд смертных об этом грехе, и сам Христос сказал, а это грех, он говорит, что не верит в меня. Вот. Это самый страшный грех, когда человек не верит в Бога, в Спасителя, в Христо. А хуламус Святого Духа? Ну, это вот и есть хуламус Святого Духа, когда человек, ну, не то, что не верит, есть, допустим, где-то живут в джунглях какие-нибудь люди, да, которые не знали вообще о таком Боге. Там совершенно другой им суд. А есть люди, которые вот это атеисты, и они расталкиваются, коммунисты. Знаешь, вот сейчас уже старые люди, ну, в прошлом коммунисты ярые, вот они просто отвергают, они категорически отвергают, гулят его, понимаешь? Причем они, допустим, росли в семьях верующих людей. У них, допустим, люди там до революции, их родители были верующими, и они с ними, их родители водили в храм, понимаешь? Они молились там, а потом их коммунисты отучили от всего этого, и они научили их хулить Бога. Говорят, вот это хулить или они где-то в глубине души верят, понимаешь? Но их научили ругать Бога. Так, хула на Святого Духа мне так объясните. Человек, который служил много лет Богу, знает Слово Божье, потом отворачивается от его пути и говорит, что Бога нет. Вот это хула на Святого Духа. Да, это вот, знаешь, что есть, как его, я не помню имя, он был священником, он даже, по-моему, протеием был, вот, много лет, Московской Патриархии, а потом принял ислам. И вот он сейчас выступает против христианства. Это и есть хула. Как говорится, так нельзя делать. А вот как это так получается, да, что Бог допускает такие моменты? Ты не можешь объяснить? А как, мы свободные личности, а чего ему допускать? Он или разрешает, или не разрешает в сатане? Ну да, допускает, да, в сатане? Ну, конечно, ну, и по-крестьянски, если сказать, попускает. То есть, вот, вспомни, когда сатана, дьявол подошел к Богу, испытать его, да, вот, и он же спросил, можно ли я то и делаю, можно ли это? А Господь ему сказал, делай все, ну, только души его не трогай. И сатана над ним издевался, как только мог, а к душе не прикасался. Вот это прообраз того, как Господь попускает в сатане что-то делать над людьми. Вот. А по сути он не вмешивается в жизнь людей, видишь. Господу нужны люди свободными, такими, как он сделал Адаму и Еву. Они же ходили в раю, он дал им однажды наказ, да, от всех дерев вкушайте в саду, да, но к дереву добра и зла не прикасайтесь, да. Он всего один раз предупреждение какое-то дал, а так у них полная свобода была. Вот и сегодня, сегодня у людей полная свобода. Он определенные заповеди дал, дал и сказал, кто любит меня, заповеди мои соблюдет. То есть у нас простое понимание в этой жизни. Любите Бога, это первая заповедь. Любите Бога, исполняйте заповеди Его. А если мы не исполняем первые заповеди, значит мы не можем исполнить уже всех остальных девяти заповедей. И самую высшую заповедь задаю вам. Как он сказал, высшую или возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим. Нет, как он сказал, высшую заповедь или первую заповедь? Ну, это в Ветхом Завете была первая заповедь. Любить Бога всем сердцем, всем разумением, всем помышлением, всей крепостью своей. Ну, то есть всем, чем обладает человек, всем телом своим, всем разумом своей, всей душой своей, то есть всем своим существом. А уже Христос и еще одну заповедь, он ее назвал новой заповедью. Он говорит, даю новую вам заповедь на горном проповеди. Помнишь, как он сказал, да любите друг друга. Вот, то есть эта заповедь, он как бы объединил любовь к Богу и любовь к человеку. И сегодня она равноценная, как любовь к Богу, так и к человеку. Ну, потому что без Бога, без любви к Богу мы не можем полюбить человека. А без любви к человеку мы не сможем полюбить Бога. Если кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, то это лжец. Как ты можешь любить Бога, а человека ненавидеть? Ну, это еще смотрят от кого брата. Если брат копает под тебя, делает всякое подлости, гадости, тогда что делать? Ну, что, молиться на него и благословлять. Да, понимаю, молиться и благословлять, но человек же не в силах всегда молиться и благословлять, правильно? Отойди от него тогда и все. То есть, прости... Прости и отойди, да. Да, и все. И после этого дня он тебе не брат, не никто, правильно? Ну, просто зла не желаемо. Главное, да, они в себе не держат никаких чувств, таких глобных к нему и все. Потому что это... Эти мысли, то, что ты не простишь, там, еще что-то чего, могут нагнетать всякие бесовские силы. Они разрушают в тебе твой мир с Богом, твое общение с Богом. С такими мыслями ты не сможешь общаться с Господом. Да. Поэтому, что бы ни случилось, всегда надо смотреть на Бога, надо молиться, и все будет хорошо. Да, а чего нас отучили? Надо найти, услышать Бога и постоянно держать с Ним контакт. Да. То есть, знаешь, в сотовом телефоне бывает вот в таких местах плохо доступно... Контакт есть и контакта нет. Да, вот-вот надо, чтобы постоянный контакт был, чтобы связь не прерывалась. А чтобы была эта связь, постоянно надо не грешить, надо постоянно находиться. То есть, постоянно сверять свои чувствования, как в Евангелии говорит, иметь те же чувствования, как во Христе Иисусе. То есть, любое дело должны сопоставлять с тем, что сделал бы Христос. Вот ты хочешь делать какой-то шаг в жизни, а потом думай так, а на моем месте что Христос передал, как Он поступил? Вот, и Христос обязательно ответит на этот вопрос, и Он покажет, что нужно делать. С Господом так легко жить вообще. Ну, поэтому вот ты сейчас с Господом, я удивлен как бы, то, что ты говоришь, я не хочу исцеляться. Но и по мудрости не удивлен, потому что, да, Христос в человеке, да, уходь без рук, без ног, как этот Ник Вутич, ты его знаешь, нет? Ну да, я ведь понимаю. Да, улыбается, радует, радует. Ну, а как не радоваться, если мы знаем, что скоро все кончится и будет вечность. А это, что ты скажешь насчет Папы Римского? Ну, знаешь, как, я не хочу давать оценок никому. Я еще недавно как-то тоже и в интернете эти темы муссировали. Я что-то прихожу к тому, что, что мы, кто мы такие, чтобы кого-то оценивать. Да, пускай они, пусть, как опять же, что нам, Слово Божие, говорит, пусть зло еще делает злые дела добрые, пусть делает добрые дела. Над нами, над всеми Господь, Он будет нас судить и решать все вопросы. А мы кто такие, чтобы там кому-то оценки давать? Кто знает сердца человеческие, да? Он, Господь, один сердцеведец. То есть мы не имеем права давать оценки? Не имеем, конечно. Мы можем ошибиться. Аккуратнее. Аккуратнее. С котами нельзя. Я извиняюсь, вы сказали с котами? А где вы видели кота? Брррр. Аккуратнее. А где-то, что-то, что-то, что-то. У нас только на валюту. Дорогой мой, а откуда вы знаете, что у меня ее нет? Вы судите по костюму. Никогда не надо этого делать, драгоценнейший страж. Вы можете ошибиться, и при том, и смокру. У меня может быть полный примус валюты. А почему Бог сказал, благословляйте проклинающих вас? Ну, потому что проклинающие нам, они, во-первых, собирают себе горящие угли на голову, вот. А во-вторых, они нас делают крепче. Как есть пословица еще. Миру, знаешь, как... Что не убивает нас, то делает нас сильнее. Если мы не отвечаем злом на зло, мы укрепляемся и возрастаем в вере, мы становимся тверже. Понимаешь? А если он нас проклинает, а мы в ответ ему проклинаем, мы умножаем зло и сами по себе становимся слабее в душе. Вот смотри. Правильно. Теперь как мне Бог открыл? Когда он тебя проклинает, ты его благословляешь, ты будешь пожинать то, что ты посеял. А он будет пожинать то, что он посеял. Ну, это Евангелие говорит, что он собирает свои угли на голову. Он тебя проклинает, а сам будет потом гореть от этих углей. А еще на огонь наливают воду, а не бензин. Ладно, Аркадий, я рад познакомиться. Я тоже, брат. За меня помолишься, да? Помолиться. Чтобы Бог послал жену, ладно? Хорошо, помолиться. Своей благослови. Свет Бог. С Богом, брат. С Богом, брат.